всем доброго времени суток ну наконец-то я дождалась цветение этой ванды она у меня очень давно живет ну наверное но лет пять наверное это точно и вот такая вот она если не больше я ее покупала наверно в маленьком размере и пересаживала один раз второй раз потому что я знаю точно что в эти горшочки я давно их пересаживала ну и в общем никак не могла зацвести это ванда у меня потому что всегда она выдавала цветоносы и у нас становилось очень холодно и цветоносы естественно не выдерживали ночного такого перепада резкий какой-то холод ну 13 градусов это уже холодно 15 градусов это наверное холодно это ванда сандериана природная ванда и вот наконец-то в этом году я не дышал на нее уроженка филиппин это ванда и вот она у меня даже выдала два цветоноса но не знаю этот маленький конечно вытянет или нет не знаю опустила пониже цветы потому что неудобно снимать и их так можно поближе рассмотреть ну вот прям как на картинке я никогда не видела вживую и вот реально так и есть немного такой сиреневый отлив на верхней части цветка слушайте ну красота конечно очень красиво увеличиваются цветы постепенно с каждым днем и я рада что она также как и мои несколько ванда выпустила тут деточку потому что вот этот вот лысый ствол ну мне не нравится совсем да кстати сразу скажу что вот мой такой вот эксперимент удался верхушка принялась и распустила цветы и цветет и цветет в общем все прекрасно нужно конечно отделять ванда да когда есть три-четыре корешка ее можно отделять ну вот как в этом случае здесь конечно если бы она выдала корешки повыше туда ну в этом случае конечно лучше не рисковать в общем вот такое вот цветение что еще из новенького ну это кстати вот но доза еще меня подар порадовала одним цветочком это финальная голубая так вот она вот постепенно постепенно открывает по кругу свои красивые цветы это гибрид с валкирианой она уже долго лет в моей коллекции и всегда цветет меня и радует так вот по кругу со всех сторон тут я кстати один цветочек этот поломала тут было три в общем собиралась на наше очередное заседание и сбила как и у всех у нас такое бывает это мой очередной катасетум black pearl черная жемчужина ну вот настолько темные конечно цветы очень красивые бахром что немножко губа резная такая не похручатая на нарезаная да как будто порезали и только открывается они очень как-то медленно открываются какая резная класс очень медленно открываются они вот такие вот как полузакрытые не вытянула на полностью свет свой цветонос было бы еще здесь видите бутончики засохли как раз наверное было пару дней жарких и вот такой вот результат нужно постоянно полив катасетумы любят когда они наращивают бульбы когда цветы им конечно нужно и влажность ну и удобрение я подсыпаю всегда когда пересаживаю здесь опять очередной маленький цветочек бульбофилума открылся вернее открывается он еще не полностью и еще не полностью открылся но мне нравится это сочетание камера прям никак попробовала с другого ракурса потому что с той стороны уже солнышко встает наверно начинает светить такое название миниатюрный такой бульбофилум и так прям цветет цветет здоровски в этом году прям радует меня такой у меня тут творческий беспорядок небольшой я пересаживаю 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 котлей делю решила поделить большие как-то они забились и не хотят свести так здесь вот открылась 20 точка первых ну стоит под дождем и вы видите капельки капают и я вот опять под крышу и и перенесла это лили анцепс еще не полностью открылись такие вот стрелки здесь в два цветочка красиво это губа ну наверное скорее всего покажу в следующем видео полностью когда она откроется а сейчас мы переедем с вами будут туда вот на задний план и и тут моя ароматная котлея amazing thailand слушайте какой у нее запах просто невероятных она такая яркая стала и аромат конечно без подобны в предыдущем цветении в предыдущем ролике я ее показывала и не было таких вот прямо очевидных таких ромбиков на сипалях петалях а сейчас вы видите как она изменила цвет суперская это одна из тоже наверное из моих первых орхидеи когда я собирала коллекцию вот такое вот название ну такое вот яркое желтенькое солнышко она невысокая и растет и цветет кстати мой малыш дендробиум так и замер с одним цветочком и и не увядает и просто вот замер ну а что я вам хочу похвастаться наверное самой себе тоже это у меня уже цветет наверно дней пять точно если не больше ну все узнали наверное маздевалия декумана которую я очень очень хотела наблюдаю у светланы и и джунгли орхидейные у нее просто декумана никогда не давала мне покоя ну и вот со второй попытки первую я угробила и вот это вот вторая маздевалия декумана которая у меня наверное уже с полгода точно и вот она вроде бы как так а ну-ка цветочки вот прижилась и даже выпустила мне 4 цветочка это конечно здорово это моя маленькая-маленькая победа и конечно очень удовольствие наблюдать за такими цветами реально растению очень маленькая вот маленькая и цветы по сравнению с ним огромные я очень рада ну а здесь такое вот яркое солнышко необычные цветы так это у нас баркерия уроженка мексики я ее в том году покупала мне понравился очень цвет когда мы ездили с нашим автобусным в наш автобусное путешествие и вот в этом году столько цветочков нарастила она вот такую вот новую псевдобульбочку у меня как-то она не росла не росла стояла потом начало расти и вот как-то она одна псевдобульба растет на другой посмотрим может быть такой вот у нее цикл роста потому что я ее покупала только с этими двумя псевдобульбочками и вот она это нарастила на этой но предыдущие я не вижу потому что она закопана ну тут вот смотрю еще одна наверное она так вот и и растет одна на другой да ну посмотрим в общем вот такие вот красиво конечно да когда разноцветные так здорово смотрится обожаю свое хобби отвлекаясь от работы очень много работы но цветочки орхидеи нас конечно очень и очень радует это очередная малышка энциклия бутьяна небольшие цветочки но очень интересные тоже у нее тоже такие псевдобульбы интересные какие-то плоские разрастают в мексике на флориде такие вот маленькие но они не совсем маленькие конечно да по сравнению с миниатюрными но хочется показать и ничего не получается да ну вот я к тому что они не очень маленькие но вот по сравнению сейчас покажу вот наверно с этими да да тяжело тяжело рассмотреть но мы попробуем и и вот мы пытаемся увеличивать ух ты даже получилось ну вот такие вот вот такие вот птички название вот такое так вот я посадила парочку псевдобульб и они у меня начали расти красиво когда большое растение я видела огромное наверно в лет 15 наверно росло там просто заросли и эти птички просто порхают когда открываются полностью начинают все цвести маленькие ну вот эти вот реально маленькие совсем малышки ну для коллекции кто любит вы понимаете да общий вид так ну а что здесь здесь вот такой вот малышок у меня открылся так вот я когда-то садила не хотел расти он у меня на в горшочке я прикрутила на кусочек коряшки и так вот он у меня уже очень много лет здесь вот еще один бутончик они когда эти миниатюрные котлеи начинают уже достигают возраста цветения они потом начинают цвести с каждого роста это здорово это гибрид гибрид как сильнее как всегда и розелла да у нас есть розелла они продают орхидеи ну в общем назвали в честь себя да такие вот небольшие цветочки этот бутончик ну и постепенно конечно задние псевдобульбы отмирают такой вот красный огонек а здесь вот открылся вот я говорю что я пересаживаю потому что все таки наши дожди которые были в этом году повлияли вот не знаю каждый год нужно наверное подстраиваться под нашу погоду и пересаживать мне орхидеи потому что у нас то дождей то у нас засуха если бы я выращивала в комнатных условиях то конечно полив регулируешь сам и это наверное немножечко легче но когда здесь дожди заряжают на месяц и в течение пяти месяцев как у нас в этом году было то конечно пострадали и корни и растения и вот я решила их попересаживать поделить ну в общем есть сейчас чем заняться ну а вот это вот красотка я когда-то ее купила у моей любимой джуди маленький кусочек и вот так вот она мне ее понравилось очень губа она такая рюшистая рюшистая и вот цвет прям точно передают цветочки не крупные не крупные но они очень интересные она уже давно цветет и вот когда открываются у нее такие более яркие цветы а потом они выцветают и становятся более светлыми и губа так а у нее более желтенько внутри ну вот красивенькая на мой взгляд конечно так название у нее вот такое вот если на гибрид природной это гибрид с природной котлей так что у нас еще а здесь маленькая щелочка так это я вот показываю мою целлогина списиоза как она мне нравится и цветет и цветет и цветет кстати вот я специально для оксаны принесла она у меня всегда спрашивает моя целлогина ада арди где ее поставить вот я ее кстати сейчас тоже пересадила и вот так вот оксаночка она у меня выглядит на данный момент нарастила парочку новых ростов чувствует себя прекрасно я конечно не могу дождаться ее цветения но вроде бы ничего вроде бы выглядит неплохо поэтому будем надеяться что зацветет однажды ну а это это конечно красотка обожаю целлогины ну а это энциклия кахлеата которая вот такая вот удочка я не знаю уже сколько она растет но я ее не трогаю она наращивает там три или четыре новых ростика чехлы ну вот интересно я не знаю сколько уже на второй год точно вот этот цветонос ну очень долго ну вроде бы как я и все наверное показала это вот вблизи я очень люблю эту ванду конечно очень рада что она у меня не погибла и принялась и конечно такой вот вид это намного для меня приятнее для моих глаз здорово моя тилантия тоже цветет такая у меня красочная осень это мои катасиету мы уже висят под крышей ну в общем немножечко у нас сейчас такой вот все в спячку уходят не нужно будет много поливать ухаживать ну так вот тоже в общем на такой вот яркой нотке законченную на своем видео всем пока пока то вот и вот 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 Продолжение следует...